Всем добрый день! Сегодня мы продолжим тему разбора косметического гардероба на примере нашей прекрасной Анастасии. Посмотрим, чем пользуется она сейчас и что можно в ее уходе скорректировать. Анастасия относится к прекрасной категории 25+, когда все еще впереди. Возрастных изменений у нее еще пока как таковых нет, но есть некоторые проблемы с воспалениями эпизодическими, с пигментацией, у нее комбинированная кожа. Учитывая ее тип кожи и текущее состояние, мы попробуем разобрать ее косметический гардероб и, возможно, его немножко обновить. Посмотрим, чем же Настя пользуется в домашнем уходе. У нас здесь очищающая пенка, гидрофильное масло, я вижу тоник. Сыворотка, эмунсия и маска. Пенка, я так понимаю, улиточка нарисована с мукцином улитки. Что у нас здесь интересно в составе? Ну да, масло улитки есть, аневронная кислота, солодка, ромашка, кибискус, тоже такие успокаивающие ингредиенты. В принципе, она должна быть довольно-таки мягкой. Хочется спросить, как после убывания вообще кожа сочувствует? Ну, вообще, на самом деле, она такая достаточно жесткая, эта умывалка, она немножечко даже подстягивает ее кожу. Стягивает кожу, все-таки, да? Да, я стараюсь после этого убывалки использовать либо эмунсию, либо целую кожу. А вот я еще вижу гидрофильное масло. Гидрофильное масло, кстати, это я знаю, думаю, и хорошо. Это хорошее гидрофильное масло. Корейское. И как часто ты его используешь? Ну, практически каждый день, потому что макияж. А даже когда нет макияжа? Ну, да. Тоже? Да, да, да. Ты любишь, потому что, ну, как-то привыкла, ну, не знаю, так, наверное, правильнее, так, наверное, лучше, вот, и... Понятно. Ну, что касается умывания, я могу сказать, что, в принципе, оба средства неплохие. И, возможно, вот это чувство стянутости связано даже больше не с жесткостью пенки, хотя, я так понимаю, это тоже Корея. Корея все-таки славится достаточно жесткими умывалками, несмотря на то, что в составе могут быть мягкие павы, их может быть просто большое количество, и они тоже будут мыть кожу доскрипом. Но тут еще может быть такой каверзный момент, что гидрофильным маслом, если мы пользуемся очень часто, оно немножечко вымывает из кожи липиды, то есть свои собственные жиры из рогового слоя, и кожа эпидермиса начинает плохо удерживать влагу. Кожа становится обезвоженной, при этом не переставая быть, например, жирной или комбинированной. Поэтому я бы посоветовала гидрофильное масло все-таки использовать тогда, когда на коже есть толстый слой косметики, потому что для всех остальных моментов можно умываться пенкой, и я потом посоветую, возможно, тебе что-то из наших средств для очищения, потому что, например, в гетековских гелиях и мусах нет вообще агрессивных пап, и они очень-очень мягкие, и всем даже известно, что наш гель очищающий, очень любят молодые мамы, чтобы мыть своих младенцев, и до такой степени они нежные и деликатные, эти средства. Дальше меня заинтересовал тоник. Здесь написано 88% галактомиз ферментитрат, это пробиотик, достаточно полезный для кожи. Сейчас вообще тенденция косметики, особенно для чувствительной стрессовой кожи, идет к восстановлению и поддержанию нормальной микрофлоры. Это хорошо. Что-то еще интересного есть? Здесь есть пантенол, успокаивающий компонент, здесь есть аминокислоты, здесь есть экстракт ромашки, ну, в принципе, много растительных компонентов. Основной, я смотрю, здесь компонент, главный в составе, который в начале списка, это аскорбинка, то есть аскорбинка, витамин С. И вот с ним бывают некоторые моменты такие нехорошие, когда у нас витамин С начинает окисляться, еще не закончив свою работу до конца сроку годности. Этот мы сейчас проверим. Да, вот я смотрю, тоник прям ярко-оранжевый. А как давно ты его открыла? Ну, где-то, наверное, зимой я его... То есть полгода где-то, да? Да. Ну, вот срок после открытия у него вообще, наверное, не прошел, потому что стоит 12 месяцев, баночка вот эта вот, которая на этикетке, она нам говорит о том, что после открытия можно использовать в течение 12 месяцев. Но по цвету самого тоника можно определить, что витамин С, скорее всего, начал уже окисляться, и из антиоксидантного компонента он вполне может оказаться уже прооксидантным. Ну, то есть я бы, наверное, не рекомендовала уже продолжать пользоваться этим тоником для лица, потому что он, скорее всего, свои функции выполнять не будет за счет окисления витамин С, хотя все остальные компоненты составят там очень неплохие. Посмотрим, что тут за сыворотка. Сыворотка Эйцкин, производство у нас Польша. Основной компонент, смотри, здесь лаконичный достаточно состав, солодка, основной компонент сразу идет после воды в составе. В принципе, больше здесь, кроме глицерина, никаких активов таких нет. Здесь сыворотка легкая, скорее всего, будет просто, может быть, немножко осветлять тон, может быть, немножко снимать чувствительность, в принципе, иметь право на существование для комбинированной кожи склонной к воспалениям и мигментации. Ну, это каждый, естественно, косметику пробует, и методом проб и ошибок приходит к выводу, что средство подходит или нет. Главное, чтобы оно изначально подходило по текстуре и имело компоненты, которые решают проблему, которые нужно решить. Следующее средство – это у нас вместо крема, да, если вы можете? Вот, это легкая тоже эмуссия. Вот, что здесь у нас интересного в составе? Посмотрим. Здесь у нас вижу сразу практически в начале состава мента пеппериду, то есть это экстракт мяты. Честно сказать, сразу меня это отпугнуло бы, имея комбинированную кожу, склонную к воспалению, и это зона жирная, мята, как известно, стимулирует деятельность сальных желез. Она действительно дает холодок приятный, казалось бы, субъективно она дает освежающий эффект. Так ведь, да? Да. Но при этом сальные железы начинают работать более активно и может выработка кожного сала усилиться и жирность в коже увеличится. Вот это не очень хорошо. В принципе, здесь такие есть и успокаивающие компоненты, ромашечка, вот лаванда, я смотрю, тут есть. Кроме того, здесь есть минеральное масло. Оно, в принципе, не страшное, как бы, потому что оно инертно к коже человека, но при этом, опять-таки, если есть зона кожи на лице, которая склонна к жирности, к закупориванию пор, минеральное масло не самый лучший компонент для ежедневного рутинного ухода. Если бы кожа была сухой, атопичной, то тогда минеральное масло вполне имело бы право на существование в составе для нашей Анастасии. Вот. Что мне тут еще не очень нравится? Мне не нравится, что в базовых компонентах присутствует у нас диметикон. Диметикон – это не летучий силикон, а тот самый тяжелый силикон, который может, в принципе, тоже влиять на состояние пор негативно. Если бы это был летучий силикон, то он бы улетучивался, убирая маслянистые средства. А этот силикон, конечно, тоже для кожи склонной к жирности или комбинированной кожи нежелательный компонент. В принципе, все остальное там неплохо, там чайное дерево, экстракт, ну, как противоспалительный компонент. То есть здесь такой прямой пример средств, которые часто встречаются на рынке, когда есть хорошие компоненты, но они находятся в базе, которая не подходит к данному типу кожи. Да, на самом деле, я могу сказать, что иногда вот эта вот сыворотка, эмульсия, она мне кажется немножечко даже тяжеловата. То есть особенно в какой-то там, не знаю, Т-зоне. Мне вот как-то даже немножечко неприятно. То есть ты заметила, что она повышает живость кожи? Ну, да, 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 но тем не менее, думаю, вроде там, с чайным деревом вроде хорошо. Ну, да, ну, средство не пропадет, я думаю, ты можешь спокойно его домазать на какие-нибудь другие части тела, которые не являются лицом, но, в общем-то, это будет тоже неплохо. Кстати, чайное дерево очень хорошо выходит за ступнями. И красные оно дырает, например, приятный запах. Так что средство выбрасывать, конечно, не надо. Можно допользовать. Вот, ну, на лице я бы не рекомендовала. Матирующая маска. Посмотрим, что там в составе, как по идее. Там должен быть коалин, цинк. Здесь я вижу, да, цинк и коалин я вижу. Экстракт черной ивы, неацинамид. Вижу опять ментол. Ментол, конечно, да, дает приятный холодок, как я уже говорила, но, к сожалению, не очень хороший компонент для жирной кожи. Ну, в принципе, простой такой лаконичный состав. Как тебе эта маска? Ну, в целом, ничего. Ты ее на Т-зону только и на все лицо, или локально? На все лицо. На все лицо и экспозиция где-то 5-10 минут и дальше смываешь. Ну, смотри, если она тебе, допустим, даже немножечко не понравится по действию, ты можешь использовать ее локально. То есть глиняные маски можно использовать локально на высыпание, если вдруг они возникли, оставить на ночь и утром смыть. То есть таким образом можно ее использовать, если вдруг даже она тебе не совсем подойдет. Так по составу ничего криминального не вижу. Что бы я дополнила, выходит, для Насти? На самом деле я бы, конечно, начала с очищения, то есть дополнила бы вот эти два средства, скажем такого, более глубокого очищения средством мягким. Можно на выбор предложить или наш очищающий гель, либо можно предложить один из двух муссов, какой Насте, например, понравится больше по запаху. Этот более сладкий запах имеет, имеет цитрусовый аромат с витамином С, этот немножко помягче по своему составу, этот чуточку пожестче, но все равно будет менее жесткий, чем, например, вот эта пенка. Ими можно пользоваться на ежедневной основе. Еще хочу посоветовать, если, Настя, у тебя все-таки обезвоженность кожи из-за, может быть, каких-то от жары, там, от кондиционеров присутствует, то есть чувство стянутости, каких-то бывают шелушения, то ты можешь утром вообще не умываться, а просто протирать кожу тоником. Для этого можно взять, например, либо тоник для чувствительной кожи с гидрозатом коллагена, алоэ, можно взять тоник для жирной проблемной кожи, которая с экстрактом гомомелиса очень хорошо может подойти Насте для ее комбинированной кожи. Притом, несмотря на такое угрозное название, этот тоник не сушит кожу, он больше балансирующий, там нет никаких сушащих компонентов, нет спирта и подобного. Еще один вариант, мой новый, слово сказать, любимчик, это из новой линейки натуральной косметики, которую выпустила компания Гельтек, Де Юн называется, у них вышел тоник на основе ромашкового гидролата, очень приятный, с запахом ромашки и ланг и ланга, очень нежный, могу сказать, что даже законсервирован он консервантом, которым консервируют капли, которые капают в глаза, то есть он вообще даже не будет ни глаза раздражать, ничего не случайно, то попадет, вот его тоже можно использовать и можно его использовать как раз с утра, когда мы не умываемся очищающими средствами из-за того, что кожа обезвожена. Что касается ухода ежедневного, я бы как раз вот вместо эмульсии, например, с чайным деревом и мятой, я бы посоветовала сыворотку легкую с неоцинамидом и витамином С, этот витамин С здесь находится в стабильной форме, в отличие, скорее всего, от данного тоника и достаточно долго проживет, не окисляясь, то есть здесь оскорбилбуказид в составе и вот здесь 2%, неоцинамида здесь 3%, и эта сыворотка, она будет регулировать выработку кожного сала, будет сосуды укреплять, но, на самом деле, миоцинамид – это такой один из королев косметики сейчас, да, то есть это такой компонент, который обладает массой возможностей и, соответственно, это как раз можно использовать, например, утром, а можно и утром, и вечером использовать, и можно ее использовать под крем, соответственно, утром, а вечером просто так самостоятельно. На высыпание, если они вдруг будут возникать, можно наносить стоп-акне, вот, и стоп-акне – это сыворотка со злоиновой кислотой и с оберегулирующим комплексом на основе цинка магния меди, ее можно использовать на участке с воспалением, то есть не локально на прыщ, как под сушку, а именно на участок, то есть если у вас выскочил прыщ на подбородке, мажем весь подбородок. Вот это можно использовать и утром, и вечером на участке с воспалением. И чтобы я еще могла посоветовать Насте, если все-таки 25+, она уже к 30, если хочется немножко подстегнуть, появляются новые машинки мимические, да, все-таки немножечко, да, уголка глаз. Чтобы не стремиться делать какие-то инъекции или что-то такое с лицом кардинальное, можно просто периодически, курсами, хотя бы там по 3-4 месяца использовать пептидные препараты, вот у нас есть омолаживающий концентрат 5 пептидов, и в принципе курсом его можно использовать для укрепления кожи, для стимуляции вырубки коллагенной эластины, если вдруг кожа стала дробловатой, например, после летних загаров. В регулярный рутинный уход постоянно, в принципе в такой категории 25+, он не нужен, это все-таки уже больше препарат для категории 35+, но если замечаешь, что, например, кожа стала после солнечного ожога дробловатой, или какие-то мимические маршники стали выражены, или вот вследствие обезвоженности, как раз кожа приобретает дряблость, потом она восстанавливается. Эпизодически можно эти препараты использовать, но не на регулярной основе курса. Вот, в принципе, этого бы ухода Насте вполне хватило, но, естественно, не забываем про СПФ на день, наверняка у нее какой-нибудь есть или тональное средство с СПФ, либо можно использовать наш мультипроцессор 50+. Скоро должен выйти наш с тональным эффектом крем с СПФ 25, тоже вариант будет для нее как раз. И вот так бы я, наверное, сформировала, скорректировала ее уход. То есть здесь бы и ее какие-то препараты остались, и чем-то еще мы идеально ей подходящим его бы дополнили. Как считаешь? Классно. Мне вот очень понравился тоник, очень интересный из... Из нового. Натуральный, да. И я думаю, что и пептидную сыворотку обязательно возьмем. Нет, и на мучку. Да, да, да. И ее помню. Таким образом мы разобрали косметический гардероб Анастасии. Дополним его, еще выберем потом, какой из очищающих средств ей больше понравится. Если у вас будут вопросы по подбору косметики для каких-то типов кожи и их состояния различных для решения определенных проблем, задавайте эти вопросы в комментариях. Мы с удовольствием на них будем отвечать. Делитесь своими какими-то лайфхаками, своими мнениями на тему подбора косметики. И мы будем благодарны, если вы поставите видео лайк или дизлайк, если оно вам не понравилось. И подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми узнавать о выходе новых видео. Всего вам доброго.